Всем привет! Немножко приболел я. Приболел я ездил в гараж, чтобы машина не ехала. То есть машина работает ровно, но при этом лошади куда-то делись. Из 150, 50 осталось и 100 куда-то разбежалось по полям. Траву жевать. В общем, нашел этих лошадей, в кальчих загнал машину обратно. Оказалось, всего лишь коммутатор. Видео я не снял. Точнее снял, но без звука. Поэтому фрагментик маленький ставлю и всё. Приехал до мамы. Приехал за водой и при этом я ещё купил фильтр водяной. Раз в полгода он меняется на 20 микрон. Микроны идут. Сейчас поменяю старый, сниму новый, поставлю. И как бы поеду. Такая установка. Значит, это что у нас? Как он называется? Что там вообще внутри? Какой же бочка? Фильтр. Да, какой ты фильтр. Вон фильтр, да ты? Не знаю, что это. Сюда соль сыпется, всё. Да, посмотри, там соль. На, ты же. Ой, слушай, там вода. А где соль-то? Как так? Ну как она быстро ушла? Ну как быстро? Месяц прошёл. Сколько? Месяц. Вот пользуешься водой и поэтому... Надо, надо поехать всё накупить, засыпать. Накупить два мешка. Так, ладно. Так, что, отключаю эту магазин и начинаю фильтровать. Там чехол такой красивый, гейзер. Кранами закрываем. Так, это закрыто. Кстати, его можно использовать. Когда меняешь, можно не отключать. Просто переключить этот кран. Ладно. Так, ключ. А где ключ-то? Ну, у меня подмышка. Давай сюда подмышку. Я буду, я закрыл крану. Наоборот, открыть надо. Зачем открывать? Если у меня здесь краны, вот они закрыты, подачи. Это, походу, просто остаток. Потом откроем, заполниться. Вот такая вот вода. Лучше, мне кажется, тут чаще менять надо. Так, стакан надо вымыть. Я тогда пошел стакан мыть. Ты там, вытирай. Сейчас тазик там. Первый раз столкнулись. Купили они тут фильтры. Другой там веревочный. Там же написали веревочный. Ну, 20 микрон, размер десятка. Все, вроде как взяли, да? Первая ступень. А здесь он написал. Веревка. Не буду я ничего изобретать. Сейчас поедем, докупим. И соль нам. Обязательно соль. Соль пару мешков возьму. Да, да. Стоит 400 рублей. Мешок. Мешок 25 килограмм. 400 рублей. Ладно. Но это я уже вечером. Сейчас с сыном поедем. Собираемся я, Юлий Кирилл. Едем в Калининградскую библиотеку. Мы участники конкурса. 225-летие рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сограмоту получше. Поехали. Собирайся. Куда мы там едем? Показывай. Вторая снизу, еще одна снизу. Сейчас нам налево и на московскую. Правильно? Ладно, там дальше показывай. Куда бежишь, родимка милая? Куда ведешь, куда заведешь? Куда ждала, кого любила я? Уж не воротишь, не вернешь. Куда ждала, кого любила я? Уж не воротишь, не вернешь. Мы приехали, кстати. Я здесь впервые. А вот она, детская библиотека. На улице плюс 8. Дожди. Солнышко хочется. Вот такое вот творчество детское. Тебе нравится, Кирюха? Классно. Ну, как, вот я так не нарисую. Вообще, супер. Вот здесь красиво рисует. А мне обнимает. О, смотри, змея горы. Что там? Это вообще что? Это вид на школу, зимнюю ночь. Здесь что-то как-то, да, сливается все. Что это вид на школу ребенка носила? Причем папа может. Вот здесь папа по-любому был. Красивый, да? Фантазия, видишь, какая он. Семь лет. Зарисуются в данном состоянии? Не знаю. Ну, судя по тому, что вот эти как-то мелкие, смотри, пальцем вели, скорее, взрослых молодец. Кирилла одноклассников встретил. Сидят в первом ряду. Чем-то молотают. А мы с Юлей в дискульке от взглядов. Красиво. Так, Михаил Николетя. Спасибо. Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А что, Кирилл? Кирилл говорит, сколько сертификаций маме продаст его в игре за 200? Не знаю, тени нет, вот мать солдата, герман, на мать она точно не похожа? Все, пойдемте, дождь идет, бежим в машину, едем за солью, два мешка соли и два фильтра возьмем маме на воду. Еще у мамы я посмотрел, там давление упало на батареях, поднял давление, было 0,9 очка, добавил 1,2. Иду, иду, иду. Чаще заезжайте к своим родным и проверяйте все. А я тут некогда, некогда, что-то не заезжаю в последнее время. Так все, по телефону, по телефону. Надо как-то перевинуться, опачки. Чего он там сигналит, меня пугает, что-то. Так, а это что, проспект Победы? Происходит демонтаж Дома Советов, наконец-таки, ну полным ходом прям вот видно, этажи разбираются, разбираются. Прям быстро так вот и все. Да, конечно, он здесь не нужен, он просто стоит пустует. Дом бракосчитаний, с правой стороны от вас, вот он. Синий трактор, красота, белорусские. Вон, трамвай поехал. Взял соль, взял два фильтра. Кирилл зовет, пойдем, говорит, лампочки посмотри. Кстати, лампочку нам надо на кухню взять. Пойду лампочку, кто еще. Наскочили в кафешку, сейчас перекусим. Поедем дальше. Итак, мы уже переместились в магазин. Сейчас тортик возьмем. Завтра я именинник. И работаю на работе. Так что, вот такие дела. Пацанов угощу орешками, с тортиком. В общем, копий обязательно. Так, с дня рождения переместился в гараж. Глушитель отвалился. В общем, сейчас буду смотреть. Глушитель болтается, а снизу ревет. Ну, короче, сейчас. Он так сильно ревет, но что-то... Поднизу, поднизу. Чего не вижу. Помогите мне там, а? Еще не вижу. Ох, а человек вон встал. Встал, вообще ужасно. Так, стекла, зеркала у меня регулируются. А здесь я не вижу. Примерно вот так. Вырву машину. Я. Но это не точно. Что, поехали? Ой, я чуть к нам не уехал. Ой, все. Бензин кончился. Надеюсь, пойдет так. А, говорит, так пойдет. Ну-ка, глянем. Что, нормально, нормально. Нормально. Так, ну все. Вот труба. Сейчас показываю. Вот труба. Прямо цвета нету. Нарушу. Отвалилась. Двух резиночек нет. Ну, либо они там, в руку остались. И труба там открутилась. Надо сейчас быстренько, короче, поднимая доски. И это залазью. Переодеваюсь и быстренько так это ставим. Потому что холодно замерз. И так, что мне произошло. Глушите. Резонатом здесь. На стыке. Отвалился кусок трубы. От резонатора. Я говорил этому человеку, который мне это все делать. Давай, слушай, давай мне ставь еще резонатор. Потому что, говорю, в самом деле, он уже все. Вот, да нет. Еще походит. Ничего есть. Не обожаешь. Не сделаешь. Это надо будет ехать. Наши резинку. Резинка я сейчас поставил. Пока так буду я здесь. Блин, думал. А я все это думал. Может, там кому-то открутился. Или еще что-то. Надо будет созваниваться с этим чуваком. Я в прошлый раз сделал. И тогда пускай он это ставит, варит. Или что. Резонатор 9000. Примерно. Вместе с работой. Ладно, буду ездить пока. Поезжу пока. Времеть не будет так сильно. Что он меняет. Я не знаю. Еще, 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 еще что. Под ковриками вода. Видимо, я сажусь. Там снег, лед. На ковриках был лед. Он это все таял. Собовый. Таскал, таскал. У меня под ковриком вода. Я сейчас хочу коврик вытащить. У меня есть пылесос. Сейчас гляну. Вспомнил Мишку. Подписчика. Миш, привет. Значит, взял пылесос водяной. Как раз он воду закачает. Сейчас я чуть-чуть сюда воды добавлю. И все. Бутылку я с водой взял. Он водяной. И еще воду откачаю. Хотя, может быть, и не стоит. Под ковриком я сейчас покажу. Сейчас все отодвину. Покажу, что под ковриком. Так, ну вот, значит. Коврик, воду, пальцы, проложку. Вода. Вода. Сейчас высосит пылесос всю воду. И попробовать, может быть, какие-то продукты по фенам. И стал я воду сюда доливать. Лоношка получается. В смысле? В общем, вот столько воды получилось. Под ковриком. Вот там сиденье. Сейчас феном высушу. Чтоб получится. Так. Ну что? Коврики просушить просушил. Я боюсь, что там соль. Под этими ковриками. То есть обшивкой. То есть на лето. Я надеюсь, что до лета, может быть, обойдется. Уже буду снимать все и смотреть. Но я боюсь, что пойдет ржа снутри. И все. Машина будет гнить. А вот езжу, езжу, и что-то я как-то это. Вышел, зашел, вышел, зашел. И не обращал внимания на эти коврики. Сейчас это. Вчера что-то поглядел, а там вода. Думаю, ничего себе. Сейчас еду, ключи отвожу на работу. Еще поболтаем с пацанами. Машина. Тут ямы еще такие. Такие вот. Громадные ямы. Окна потеют. Ну, потеют, понятно, скорее всего, из-за этих ковриков. Здесь влажность большая в салоне. Поэтому все потеет. Всю неделю лил дождь. А сейчас вот снег выпал. Ну, ой, елки-палки, ну ты даешь. А я вчера еще машину помыл. И вот когда едут машины встречник, там, плевать. Так больно. Ну, а что поделать? Я еще видео смотрел. Сейчас. Где? Кавказец. Обогнал пацана. Пацан там на газели ехал, что ли. В такую же слякоть. Подрезал ему такой. Э, ты че? Я машину помыл только. Такие разборки. Вот люди, а. Помыл, блин. Ну, помыл, молодец. Потому что дорогу солью посыпают. Там мыть надо. Я раз в три дня мою. Ну, от соли там. Так что не ругайтесь там, если кто-то кого-то облигнет. По-хорошему машина бы просушить. Деньги будет. Ну, салон. Сейчас еду за Юлей. Ну, договорились с ней о встрече. Лечу к ней. Ну, недалеко от дома. Ходила она. На мини-кюр. Сейчас я ее встречу. Ну, что, глушитель я посмотрел. В общем, между глушителем и резонатором. Оно где соединение. Там сгнило. Ну, то ли сгнило, то ли выгорево. В общем, надо ехать в сервис. Менять. Пожи свои ногти. Ой, красиво хоть, да? Ну, я тебе хочу сказать, я тоже умею делать. Хочешь делать? Ты мне уже сделал, спасибо. На ногах могу сделать. Приехал за сыном в школу. Сегодня штурмовое предупреждение. Я его в школу отвозил. Они ждутся в школу сегодня пораньше. Едем домой. Кирилла я забрал. Ты готов? Да. Все, едем в магазин с Юлей. Ну, и Кирилл с нами. Давай, поехали. Давайте, видишь, я вас догоню. Хорошо, сынок? Хорошо. Ну, все. Настя, что? А он светится, сынок. О-о-о, он еще. Ну-ка, включай. Не-не. Он светится хоть? Ты такой, мама, 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 смотри, отличный подарок. Смотри, он может и вот так, смотри, он может и вот так еще смотри. Чего, ну, это просто 300. Пойдем сюда. Ну, копилка у тебя есть какой-то сейф. Ну, естественно, он и сейф. Здесь тоже копилка для мелких монет. Здесь копилка тоже. Пойдем. Могурин классный, да, как? Угу. А я все, все, все. А-а-а. Смотри. Мы тут вперед, мы не трогаем. Я посмотри. А-а-а. Какие-нибудь ягодки. Искать, мы спадем, где есть. Да, шишки красивые. Такие, наверное. Да, там, какие-то, классные. Да, ну, они должны разных размеров, надо быть, а в центре высоко, и этих. А мы отломаем их туда. Давай красные. Давай одну белую, две красные. Две красные будут по краю или наоборот. Давай дейбордовые, одни красные. Давай. Прикольно. А что, Даши будем брать? Ваня с ароматизатором. А какой запах, Ваня? А какой запах? Да смотри. Так, это, может быть клубника? Нет, клубника запах противный. Для машины клубника была. Легкий запах цветов. Даша, Дванис, купила как-то открывашку вот такую. Она у меня на первой банке гущёнки сломалась. Не покупаясь. Советский лидер. Ну, в поворотке, ки-ценьке. Или тоже какая-нибудь. Сейчас говорит, это, качественная посуда, пойдём покупать. Ну, короче, пятёр отстегнули. А через неделю ручка обвалилась. Наверное, на клёпках. В общем, пришлось... В общем, я там сделал. Болт накрутил. Не знаю, где это сковородка. Ну, выкинули, наверное. Ну, что, такой был случай. В общем, вообще, хотелось бы казан. И бы плохо сделал. Но казану я здесь вообще не вижу. А, вон они. Ну, как? А, открыт тазики. Да, вот казан. Ну, как тазика. Притягиваться. Ковородку. А вот здесь можно было. Смотри, за 24 рубля. У них здесь написано. Блокнот, 40 листов. Мне кажется, лучше ли ты. А давай вот такие. Давай веточку. Шишки у нас есть. Бинокль выбрал, все нашёл. Зачем он нужен, Кирилл? Вот это лежать. Кирилл, он не настоящий и не видно там ещё. Кирилл, он не настоящий. Это всё. А нормальный бинокль? Ну, если бы он нормальный, что? Да он в том-то дело, что это не рабочий. А 14 на 30, это нормально? Да он не работает, Кирилл. Я посмотрел туда. Да он не нужен тебе. Дай сюда. Сейчас посмотрите. Что там вывешено? Ну, что его есть? Ну, есть что-то. Всё, сынок. Поехали в строительный магазин. Набрали тут чуть-чуть. Кириллу Тетрис купили. Батарейка севшая. Сейчас пойдём отвертку, найдём, открутим. И выберем батарейку им, купим, поставим. Взяли батарейки, 10 штук, кодек. Взяли вот такую вот шпаклёвку. Будем шпаклевать. Всё. Я поехал тихо. Что-то переворачиваем. Так, стоп. Как выйти? Всем пока. Будем сейчас в Тетрис играть. Завтра поедем. Далеко-далеко? Куда? О, не скажу. Город такой был. Он и есть. Точнее, он сейчас называется Черняховск. Раньше он назывался Инстербург.